Атака на полицейских. В столице США пропалестинские активисты нападают на представителей власти и призывают прийти на помощь Хамас. В пригороде Сакраменто взорвался жилой дом. Дождитесь подробностей. У побережья Аляски ВВС США перехватили бомбардировщики России и Китая. Камала Харрис записала первый рекламный ролик в качестве кандидата, а видные республиканцы обвинили пока еще вице-президента в причастности к протестам БЛМ. В штате Вашингтон убит украинский школьник. Во Флориде за изнасилование детей священнику грозит смертная казнь. В Нью-Йорке угроза вспышки лихорадки западного Нила. В Бруклине городской автобус врезался в здание Бургер Кинг. Милоки жизни пешеходов спас старый телефон-автомат. Губернатор Калифорнии распорядился убрать бездомных с улиц. Русскоязычная жительница Нью-Йорка требует от полиции провести тщательное расследование загадочной смерти ее сына. Медстраховка опять дорожает. Как сменить дорогой план страхования? Какие авиакомпании меняют правила полетов и в Канзасе появились очень шустрые медвежата? В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Сегодня четверг, 25 июля. Вы смотрите Бюро. Новостей, как обычно, много, так что устраивайтесь поудобнее. Как обычно в это время на YouTube-канале Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на бюро. Ну а мы начинаем. Начинаем с новостей из Калифорнии. Там продолжаются масштабные лесные пожары. Телеканал CBS оценивает площадь пожаров 20 тысяч гектаров. Справиться с огнем не удается. Пожар уже приблизился к жилым районам. Недалеко от Сакраменто из-за пожара произошел взрыв в жилом доме. Сейчас отдельные очаги лесных пожаров наблюдаются на всем западном побережье. Ну а в Канаде власти заявили, что ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. Полиции также до сих пор не смогли установить точные причины пожаров. Одна из версий – это поджоги. В Бруклине городской автобус врезался в здание «Бургер Кинг». Это произошло во время ночного рейса. 60-летнему водителю стало плохо. Он не справился с управлением и влетел в здание. Водителя доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивают как критическое. Две пассажирки автобуса отказались от медицинской помощи. Но вот лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших в кафе. Ресторан закрылся за 10 минут до аварии. Ну и по рядом со зданием в этот момент никого не было. Другим новостям. У побережья Аляски ВВС США перехватили бомбардировщики России и Китая. Силы воздушно-космической обороны отследили два российских самолета Ту-95 и два китайских самолета. Ну вот в этот момент все они находились в зоне ПВО Аляски, но оставались в международном воздушном пространстве. Истребители из Канады и США перехватили все четыре самолета. Ужасная новость из штата Вашингтон. Там убит украинский школьник 13-летнего Матвея Стакового. Застрелили во время вооруженного ограбления. Он с друзьями пришел в парк города Такома, но чтобы продать камеру по объявлению. Но покупатели оказались грабителями и стали угрожать подросткам пистолетом. Дети попытались убежать, но преступники выстрелили мальчику в спину. Он скончался на месте. На следующий день после трагедии более ста человек, в том числе семья мальчика, собрались на акцию его памяти возле места трагедии. Полиции уже удалось найти и задержать подозреваемого. Ему 18 лет. Громкая история во Флориде. Там священника обвиняют в изнасиловании детей. В уголовном деле 25 эпизодов. Изначально отца четверых детей арестовали за хранение детской порнографии. Сначала следствие считало, что мужчина просто купил эти фотографии в интернете. Но затем на мобильном телефоне пастора нашли и другие снимки. Если вину священника докажут, ему грозит как минимум пожизненное заключение. Но прокуратура уже настаивает на смертной казни. Еще один необычный процесс во Флориде. Там в убийстве обвиняют балерину. По версии следствия она застрелила бывшего мужа. Поводом стал конфликт из-за ребенка. Адвокаты подсудимой настаивают, что речь шла о самообороне. Однако экспертиза пока что говорит не в пользу обвиняемой. Судебный процесс сейчас продолжается. Но вот какое все-таки решение вынесет суд, мы обязательно вам расскажем уже в следующих выпусках. Скандал в штате Нью-Йорк. Агенты ФБР обыскали дом бывшего помощника губернатора Нью-Йорка. Линда Сунь работала в офисе Кэти Хокул. В ее дом ночью пришли с обыском. И вот эти кадры. Детали уголовного дела пока не раскрываются. Известно, что Сунь покинула госслужбу в прошлом году из-за подозрений в злоупотреблениях. Но вот каких именно, пока все-таки неизвестно. Ну, вообще на репутацию губернатора Нью-Йорка это может очень сильно повлиять. Другим новостям в столице США пропалестинские активисты начали атаковать полицейских. Демонстранты швыряют в офицеров бутылки и даже камнем. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Но до беспорядков пропалестинских демонстрантов предупреждали несколько раз отойти от правительственных зданий. Но они не послушали полицейских и стали вести себя еще агрессивнее. Акции в Вашингтоне продолжаются и сейчас. Они были запланированы на все время приезда премьер-министра Израиля. Бенемин Нетаньягу сегодня встретился с Джо Байденом. Ну, а на улицах столицы США появились лозунги в поддержку Хамас. Накануне мы рассказывали, что демонстранты не только портят исторический облик американских зданий, но и жгут американские флаги. Напомню, что такие акции протеста начались сразу же после атаки Хамас на Израиль, в результате которой были убиты 1200 человек. Ну и до сих пор боевики удерживают израильских заложников. Добавлю, что в среду на Капиталистском холме выступил Бенемин Нетаньягу. И примерно половина демократов в Конгрессе пропустили его речь. В том числе бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Но вот все-таки в Вашингтоне в некоторых районах вернули американские флаги, которые сожгли антиизраильские активисты. Эту акцию они устроили во время выступления премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньягу перед Конгрессом накануне. После того, как сгорели флаги США, протестующие подняли палестинские флаги. На следующий день группа республиканцев из Конгресса приехала на место ЧП и заменила уничтоженные флаги на новые. Кстати, Камала Харрис, как и многие другие видные демократы, вчера не присутствовала на речи Нетаньягу в Конгрессе. Многие демократы открыто сочувствуют протестующим и осуждают Израиль. Тем не менее, вице-президент США накануне осудила погромы в Вашингтоне и сожжение американского флагом. В своем заявлении она назвала действия погромщиков гнусными и подчеркнула, что в Америке нет места ненависти и насилию любого рода. Также Харрис публично осудила всех, связанных с Хамас, и сказала, что американцы не должны терпеть подобные акции. Ну а сегодня вышел первый предвыборный ролик кандидата в президенты США Камалы Харрис. В ролике она обращается к зрителям с вопросом, в какой стране мы все хотим жить. Ну и сама отвечает, есть те, кто хочет жить в хаосе страха и ненависти, но мы, говорит она, выбираем свободу. Ну вот в рекламном ролике также речь идет о проблемах с оборотом оружия и о праве на аборты и экономическом благополучии. Ну вот видные республиканцы в Конгрессе начинают активно критиковать Харрис. Например, Марджери Тейлор Грин. Она высказала мнение о том, что Харрис как-то причастна к протестам БЛМ, но а также несет ответственность за иммиграционный кризис. Она просто отступила в сторону и дала этим людям попасть в США и просто смотрела, как наших детей и женщин насиловали преступники-нелегалы. Она не просто разрешила им пересечь границу. Политика администрации позволила более 400 тысячам нелегалов проникнуть в наше сообщество, и все это было с ее позволения. Накануне мы рассказали о речи Байдена в овальном кабинете, ну а сегодня о реакции Дональда Трампа. Он раскритиковал обращение Байдена, назвал его ужасным и обвинил демократов в организации, цитата, «государственного переворота». По мнению Трампа, выступление Байдена оставило больше вопросов, чем ответов. Вернемся к Амале Харрис. Она сегодня заявила, что готова к дебатам с Дональдом Трампом. Я напомню, что телеканал ABC готовит второй раунд дебатов на 10 сентября. Однако на ситуацию может повлиять выход Байдена из гонки. Теперь телеканал Fox предлагает принять дебаты у себя и организовать их уже 17 сентября. Кстати, сегодня появились первые рейтинги. Камала Харрис вплотную подошла к Трампу. Как пишет New York Times, если бы выборы прошли сегодня, то за Трампа проголосовали бы 48% избирателей, а за Харрис – 46%. То есть разница в пределах статистической погрешности. Ну и еще многие наши подписчики симпатизируют республиканке Ники Хелли. Так вот, она назвала Камалу Харрис слабейшим из кандидатов в президенты от демократов. При этом экс-поспред США при ООН отметила, что плюсом Харрис является ее возраст. Она достаточно все-таки молодой кандидат. Как заявила Хелли, демократы выдвинули самого слабого кандидата, которого только могли предложить избирателям, сказала Хелли в интервью каналу CNN. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео и писать комментарии. Я Денис Чередов. Мы продолжаем. В Нью-Йорке угроза вспышки лихорадки западного Нила. За последние две недели зараженные комары, которые переносят вирус, были обнаружены во всех районах города. Пик их активности приходится на август, но уже сейчас этим вирусом заражено рекордное количество насекомых. Пока информации о заболевших нет, но городские власти советуют жителям пользоваться разными средствами и избегать мест скопления комаров. Сотни человек, вероятно, погибли от жары в столичном округе Аризоны. Город Феникс и его окрестности переживают самое жаркое лето за всю историю. Там официально зарегистрировано 27 смертей от жары, но чиновники считают, что реальная цифра гораздо больше. CNN дает оценку в 400 погибших. Дело в том, что при смерти от теплового удара экспертиза занимает длительное время. И окончательно диагноз будет поставлен лишь через пару месяцев. Хорошие новости об американской экономике. Сегодня Белый дом опубликовал данные по итогам второго квартала. Рост экономики составил 2,8%. Это гораздо выше, чем ожидали эксперты. Экономисты отмечают, что в последнее время жители США охотно тратят деньги, покупают разные вещи, товары в магазинах и таким образом стимулируют рост экономики. Также замедлился и рост цен. Ну, не знаю, согласны вы с этим или нет. Пишите свое мнение в комментариях. В Милоке электромобиль не справился с управлением и чуть не сбил двух пешеходов. От столкновения их спас старый телефон-автомат. И вот как это было. Машина влетела именно в него и людям удалось спрятаться за ним. Свидетели рассказали, что пара отделалась всего несколькими царапинами, но и сильным испугом. К другим новостям русскоязычная жительница Нью-Йорка Марина Гринбалл спустя месяц поисков нашла тело своего сына Михаила. Ему было 35 лет. Как рассказало бюро мать погибшего, она считает, что смерть ее сына была насильственной. Но еще больше у женщины возникает вопросов к работе полиции и к сети больниц Маунт-Синай в Нью-Йорке. Месяц назад Михаила увидели случайные люди. Он лежал на станции метро Коламбу-Серкл. Пассажиры позвонили в полицию. В итоге на скорой мужчину доставили в больницу, где он скончался. Однако об этом мать узнала только спустя месяц. Теперь женщина будет проводить свое собственное расследование и пытаться найти тех, кто виновен в смерти ее сына. Ну и прямо сейчас из Нью-Йорка к нам присоединяется мать погибшего Михаила Майкла Гринбалта, Марина Шаляхова. Марина, здравствуйте. Добрый вечер. Да, скажите, пожалуйста, вот вы начали свое сейчас собственное расследование. Какие вопросы вы сейчас хотите задать и кому, расследуя смерть вашего сына? Вопросов очень много. Вопросов, на которых ответы я не получила, я буду проводить свое собственное расследование и искать причину смерти своего сына, на которые я не получила никаких ответов ни от полиции, ни от больницы, ни от морга. Все как-то разнобой говорят. И поэтому мне придется нанимать, я уже наняла адвокатов, которые будут разбираться. И с полиции отдельно, и касательно медицинских ошибок. Я уверена, и с моргом тоже. Потому что мой сын пропал 25-го числа, июня. 25-го июня я говорила с ним поздно ночью, и он был по дороге домой в Руклин. Когда он уже не явился домой, не пришел, я сделала репорт. Полицейский участник. Репорт я делала 27-го числа. А 3-го числа полиция закрыла дело. Закрыла дело потому, что якобы мой сын контактировал со мной, и он пришел к себе домой. Я 27 дней блуждала по кругу, по заколдованному кругу. Потому что туда я не обращалась, и я нигде не могла найти помощь. Ни от кого. Ни от вышестоящих органов, ни от полиции, ни от больницы. Ни от кого. Буквально ни от кого. И в основном я хочу отметить детектива Де Палма из 70-го полицейского участка, которая абсолютно бездействовала. Я предоставила им телокацию телефона своего сына. Телефон находился в Руклине, а мой сын был убит в Манхадыне. Я думаю, что он был просто оглушен. Я думаю, что телефон у него забрали, так же, как и Айди. Они нашли его в метро. Тут тоже разногласия. Одни говорят с одного и того же офиса, что его нашли где-то у хода в метро. А другая говорит, что он был на платформе. Лежал на платформе без сознания. Значит, кто-то позвонил 911. Вызвали полицию. Вызвали скорую-скорую. И отвезли моего сына в бессознательном состоянии. Монсенай хоспитал. Опять здесь разногласия. Потому что там два документа, которые они констатируют время, когда его забрали. В одном написано в 18 утра 25-го. А в другом написано в 3 часа дня 25-го. Кто-то же должен знать конкретно, когда это было. Потому что от этого зависит очень многое. Да, Марина, скажите, пожалуйста, извините, ради бога, вас перебью. Всё-таки его доставили как бездомного в больницу, да, Маунсенай? Его доставили как бездомного, без имени. И я просто удивилась, когда я позвонила в морг и говорила с врачом. Я говорю, а как вы могли его принять за бездомного? Человек прилично одет, нормально выглядел. Да, он был бессознанен. Но если у него нет документов, это не значит, что он бездомный. Что вы сделали для того? Что сделала полиция для того, чтобы спасти ему? Ну, мне сказали, его забрали в больницу, в Маунсенай хаспитал. Значит, у него была остановка сердца, мне сказали. И они старались делать центральную линию, открыли. И ввести лекарства. И они вводили через вену, через артерию в шее. И они прокололи артерию. Он изливался кровью. Да, Марин, вы считаете, что врачи допустили ошибку, правильно я понимаю? Я лично считаю, что да. Но я не могу констатировать этот факт. Для этого и будет идти расследование. Не только по этому поводу. Дело в том, что моего сына нашли 25 июня. Сегодня ровно месяц мой сын в морге. До сегодняшнего дня. Буквально два дня назад, когда я распространила эти флайерсы на Фейсбук, какой-то незнакомый мне человек отозвался. И она написала, что вам надо выйти на этот сайт. Я посмотрела, что за сайт. Я думала, что мой сын жив, его нашли. Потому что она назвала его имя, отчество, которое она нашла там. А потом оказалось, что это сайт, который называется «Намус». Я думаю, я правильно произношу. Но там, где опознаются трупы. И там был мой сын. Это они… В принципе, они объявили про это 25 числа на своём сайте. Но почему, если они сделали фингерпринт, там вышло его имя, правильно? Почему они не связались со мной? Почему там же вся информация выходит? Кто родители? Где телефон? Адрес? Они звонили почему-то в грузинское… Не посольство? А в Сула. Джорджин Канцлэр. Да, в Концлэр. Почему? Почему? Почему в течение всего месяца со мной никто не связался? Почему полиция не была оповещена о том, что Майкл нашёлся в тот же день? Они же сказали мне, что они обыскали все морги, обыскали все больницы, обыскали всё, что возможно было, даже тюрмы. Спасибо огромное, Марина. К сожалению, не так много времени в нашем новостном выпуске. Мы вас благодарим. Конечно же, примите мои искренние соболезнования. И не знаю как, но желаю вам только удачи найти какие-то ответы на свои вопросы. Можно обратиться сейчас к нашим подписчикам и зрителям. Быть может быть, они могут поделиться своим каким-то советом проверенным, как вообще действовать в такой ситуации. Но, конечно, никому такого не пожелаешь. Это, конечно, полный ужас. Трагедия. Это моя трагедия до конца моей жизни. Я никогда в жизни не могла представить, что вместо свадьбы своего сына я хожу по похоронным домам. Мне очень тяжело. Извините меня, если что-то я не так говорю. Мне очень тяжело говорить. Но следствие обязательно. Я добьюсь правды. Я найду людей. Я найду всех, что... Я найду всех людей, которые необходимы, необходимы для того... Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Да, и ваши координаты или координаты вашей подруги, контакты мы обязательно оставим в описании к этому видео. Быть может, откликнутся добрые люди, кто сможет что-то подсказать. Мы не знаем, да, какова может быть реакция. Это действительно люди могут помочь. Пожалуйста, помогите. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Также под каждым выпуском вы найдете кнопку «Тэнкс». Заранее всех благодарю и напоминаю, что все ваши пожертвования идут только на развитие YouTube-канала «Бюро». Я Денис Чередов, мы продолжаем. Губернатор Калифорнии подписал приказ о ликвидации лагерей для бездомных. Гевин Ньюсом призвал чиновников действовать быстро. Он даже записал специальное обращение. Но вот в своем твиттере он написал, что власти дали бездомным достаточно времени и средств, чтобы уйти с улиц. Теперь с ними никто церемониться не будет. Правда, Ньюсом не может заставить действовать местные власти. Но его администрация может оказывать давление на чиновников. В Калифорнии проживает более 170 тысяч бездомных людей. На каждые 10 тысяч жителей приходится почти 44 бездомных. Но это рекорд среди всех американских штатов. Другим темам Мелания Трамп завершает работу над своими мемуарами. Книга «Мелания» появится на прилавках уже осенью. Офис бывшей первой леди рекламирует ее как интимный портрет женщины, прожившей необыкновенную жизнь. В книге будут личные истории и фотографии, которыми она никогда раньше не делилась с публикой. Это первые мемуары Мелании. Книгу выпустит то же издательство, которое публиковало книги и других сторонников Дональда Трампа. Например, Руди Джулиани. Кстати, сам Трамп в сентябре планирует представить свою книгу о своей судьбе и карьере. Стоить она будет 99 долларов. Ну а 400 долларов в месяц в среднем платит 40-летний американец за медицинскую страховку. Сумма может отличаться в зависимости от страховой компании, места проживания, выбранного плана и доходов семьи. Ну, за так называемый бронзовый план американцы в среднем платят 400 долларов в месяц. Золотой уже обойдется в 700 и выше. Также дороже страховка может обойтись курильщикам. Им придется заплатить на 50% больше, чем некурящим людям. Ну вот, правда, если сказать, что я не курю, если человек все-таки курит, будут ли проверять такую информацию и кто? Интересно, конечно. Ну, вернемся все-таки к стоимости медстраховок. И прямо сейчас к нам присоединяется агент по медстрахованию компании Health Brokers Евгений Шеремета. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо, что нашли время. Какая там ситуация сейчас со стоимостью страховок в Нью-Йорке? И можно ли как-то повлиять на эту стоимость? Да, конечно же, повлиять можно, но все это зависит от дохода вашего, который вы официально зарабатываете, официально показываете по social security. Страховки, к сожалению, в цене выросли, но также вырос и предельный лимит тех денег, по которым можно еще получать субсидированную страховку, то есть бесплатную страховку без премиума. Например, если конкретно по цифрах сказать, то на одного человека, на семью из одного человека до 37 650 долларов в год можно оформить бесплатную страховку, то есть такую, которая не имеет премиума. Она также не будет иметь дедактабл, только маленькие купейменты за визиты к врачу. Например, для примера, если эта семья уже из двух человек, то до 51 тысячи. Да, спасибо, чтобы примерно ориентироваться. А что делать тем, кто, например, сейчас считает, что дорого платит, и вот нам даже отправляли подобные вопросы наши подписчики, и хотел бы перейти на другой план, при этом не пострадав, чтобы услуги оказывались такие же и так далее, и так далее. Есть ли какие-то варианты? Может быть, какая-то сейчас компания предлагает вот такие вот какие-то выгодные условия? Очень выгодные условия сейчас предлагает UnitedHealthcare. Это, в принципе, как мы уже и раньше говорили, это одна из самых больших, если не самая большая страховая компания по health insurance в Соединенных Штатах, и они начали активно развивать также и нью-йоркский рынок. То есть те клиенты, которые квалифицируются на Essential Plans, они также получают даже денежную помощь. Она, конечно, небольшая, так называемая OTC-карточка, но всё же это для новых прибывших, это всё же какие-то лишние деньги, которые им помогают. Это раз. Насчёт того, как подобрать правильную страховку и не потерять определённые бенефиты и сохранить врачей, это, конечно же, нужно обращаться непосредственно к агенту, к брокеру. Можете подойти к нам, можете к другим, но мы с радостью поможем всем желающим. Мы проверим тех врачей, которые у вас есть на данный момент, проверим услуги, которые вам нужны, то есть сервисы, которых вы нуждаетесь в первую очередь, и уже посоветуем, какой план непосредственно выбрать. А также уточним инком, какой вы сейчас получаете. Очень часто люди ошибаются и указывают свой доход за предыдущий год, думая, что именно это просит система. Но на самом деле спрашивается о вашем доходе в этом году. Да, спасибо большое. И последний вопрос. С какой вот проблемой, да, давно мы с вами не виделись, обращаются вот чаще всего сейчас русскоязычные жители? Чаще всего обращаются за того, что закрывают страховки за отсутствие иммиграционного статуса. Очень часто новые прибывшие, когда им открывают страховки, мы всем, например, тоже как брокеры, мы должны сообщать о необходимых документах и сроках их подачи для того, чтобы сохранить страховку, чтобы она не была закрыта. К сожалению, многие из новоприбывших игнорируют, забывают, получая карточку, думают, что её уже не закроют по какой-то причине и просто не вовремя подают документы. А если такое происходит, страховку намного сложнее восстановить потом, когда даже если уже документы есть. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте письма, которые вы получаете о предоставлении необходимых документов. Это очень-очень критически важно. И это самая главная проблема сейчас во всех страховых компаниях, которые связаны с Нью-Йорк... Да, спасибо огромное. В любом случае, за дополнительными вопросами можно будет обратиться к вам. А контакты мы также оставим еще и в описании к этому выпуску. Спасибо большое, агент по медстрахованию компании Health Brokers. Евгений Шеремета был сегодня вместе с нами на YouTube-канале Берон. Я вас благодарю и увидимся. Спасибо, спасибо всем за лайки и за ваши комментарии. Мы продолжаем. Авиакомпания Southwest изменяет свою политику в распределении мест для пассажиров. В течение 50 лет в компании не назначали место пассажирам при покупке билета. Вместо этого они заставляли клиентов выбирать места только при регистрации на рейс. В общем, было супер неудобно. Ну а теперь Southwest начнет распределять места. За более удобные, конечно же, придется заплатить. Так в авиакомпании пытаются заработать больше денег. Ведь в компании говорят о том, что прибыль почти вдвое по сравнению с прошлым годом сейчас упала. В зоопарк Канзаса привезли двух медвежат. Малышей спасли в Орегоне после того, как охотник застрелил их мать. Но вот в Канзас их привезли на полицейском самолете. Уже с понедельника близняшек, брата и сестру, обещают показать посетителям. Так что если будете в Канзасе, обязательно загляните в этот зоопарк. Ну а сейчас в зоопарке уже запустили акцию по выбору имен для медвежат. Как бы вы их назвали? Вот пишите свои варианты в комментариях к этому видео. Не знаю бы, как я назвал. Вот так сходу ничего не приходит в голову. Но классные медвежата, классные. Ну а завтра в Париже открывается летняя Олимпиада. Там, конечно же, будет праздничная церемония. Но вот как вам, кстати, новости про Олимпиаду? Мы, конечно, из-за авторских прав не можем вам все это показывать. Но вы пишите в комментариях. Все-таки вам интересно узнать что-то больше про Олимпиаду, которая проходит в Париже. Ну и, конечно же, большие надежды, по крайней мере, у нас на американскую сборную. Ну а на сегодня все. Я Денис Щеридов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео. Напишите пару слов в комментариях. Ну а если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Прямо на вашем экране QR-код. Заходите по нему, там найдете всю инструкцию. Также под каждым выпуском вы найдете и кнопку Thanks. Спасибо вам огромное за поддержку. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...